Ни в коем случае не обращай внимания на петуха, который будет здесь кукарекать. Тебе кажется, что на бирже все сливают. Ты пришел на биржу и понимаешь, что все, кто туда приходят на биржу, в конечном итоге выходят оттуда даже без штанов. На самом деле то, с чем ты сталкиваешься, сталкиваются практически все люди, которые так или иначе интересуются этой тематикой. И здесь существует несколько причин. Господа, давайте с вами немножечко подумаем, что делает человек, который разочаровался в чем-то, в какой-то профессии. Конечно же, первым делом он начинает сообщать об этом всем вокруг, начиная от форумов, кончаясь даже своим котом, всем близким и так далее, что это лохотрон и вообще ни в коем случае. И здесь включается такой немаловажный момент, как ваша информационность об этом, ваша освещенность об этом. Вы об этом прекрасно знали еще до него, о том, что на бирже сливают 99%. И так, предположим, есть у нас какой-нибудь человек, который об этом кричит, что-то вроде того петуха. И у вас есть информация о том, что ни в коем случае не обращайте на это внимания. Что вы делали первым делом? Как только этот петух стал кричать, вы стали сразу это слышать и вас это стало раздражать. Здесь тот же самый сценарий. Именно по этой причине у многих людей складывается впечатление, что да, действительно, здесь 99% сливают. Все вот приходят на биржу и сливают. На самом деле, даже не 99%, я думаю, даже процентов, наверное, 99,9 в периоде. Однако давайте посмотрим на нашу жизнь немного пристально. Дело в том, что тренинг нельзя отделить от жизни. Я надеюсь, вы со мной в этом плане согласитесь. Биржа – это такая же жизнь, но, знаете, в неком миниатюре, как и любая профессия. Я сейчас попрошу вас назвать людей, которые занимаются такой профессией, как актерское мастерство, то есть актеров. Я думаю, что вы назовете, ну, 20, ну, 30, ну, 50 актеров. Ну, в лучшем случае, 100, и то, если вы разбираетесь в кинематографии. Боже мой, какое слово сложное. У всех у вас будет разное представление о актерах, но, тем не менее, известных будет, ну, не более тысячи. Однако, если вы посмотрите количество выпускников с этой профессией, вы просто охренеете. Количество успешных актеров ничтожно мало. Если я вас попрошу назвать величайшего художника современности, который жив на сегодняшний день, боюсь, что вы даже ни одного не назовете, но кто-то из вас скажет Сафронов, предположим. Это слово, так сказать, на слуху. Но сколько вы знаете художников, которые действительно рисуют? Их же миллион. Это огромное количество этих художников, но известных единицы. И единицы тех, кто могут себя как-то обеспечить. И так во всей нашей жизни. Это происходит и в большом, и в малом. Я приведу свой пример. Буквально через несколько недель я буду получать диплом третье высшее образование. Боже мой, это был какой-то дурдом. Психолог-психоаналитик. Итак, смотрите. Вот есть частный вуз, который обучает на психолога-психоаналитика. И нам, как группе, необходимо было проучиться три года подряд. Достаточно сложно, учитывая то, что, в общем-то, туда приходили женщины и мужчины, которым уже было от 30. Я, 30-летний мужик, был самым младшим в группе. Так вот, на этом обучении за нас не платила мама с папой. Нам приходилось делать определенные собственные усилия без мамы, без папы. Платить, в то же самое время жить и так далее, и так далее. Нас на старте было 12 человек. К концу третьего курса нас осталось где-то 7. Остальные отселись. Кто-то не смог платить. У кого-то появились какие-то дела. У кого-то понял, что это просто банальная, ну, как бы не его, да, не его профессия. Из этих 7 человек сейчас нужно будет защищать свою дипломную работу. Двое не смогли написать свою дипломную работу. По каким причинам? Не знаю. Ну, может быть, семья, может быть, еще что-нибудь там. Ну, не знаю, что-нибудь произошло. Итого остается 5 человек из 12. Но, зная всех этих людей, я могу сгарантированно сказать, что из этих 5 только двое, только двое действительно смогут здесь чего-то добиться. Они действительно что-то знают. Они действительно понимают, как это работает. Они действительно могут работать с клиентурой. Остальные трое, они это делать, ну, банально не умеют. Ну, вот, ну, реально не умеют. Итак, смотрите. У нас на старте есть 12 человек. На выходе у нас есть 5 человек. Однако, что произойдет дальше в ближайшие 5 лет? Эти люди, которые сейчас получат диплом, откроют свои кабинеты и будут доро называться психолог, психоаналитик. К ним будут приходить люди. Мы будем работать с ними и так далее, и так далее. Ну, грубо говоря, мы как бы это предполагаем. Однако, давайте учтем такой немаловажный факт. Вот эти вот трое, которые, в общем-то, ну, ничего не знают и не умеют работать с клиентурой. Некоторое время они будут получать людей по объявлениям, но когда этот ресурс закончится, а он рано или поздно закончится, они обанкротятся, поскольку психолог должен платить за рекламу, за обучение, за то, за все, за супервизорскую работу, за аренду кабинета и так далее. Они банально обанкротятся, поскольку у них не будет клиентуры, у них не будет людей, которые будут приносить им деньги. На это уйдет у них примерно лет 5-6. Итого, смотрите, прошло практически 10 лет, прежде чем они поняли, что это не их. И прежде чем они поняли, что они слили, они слили деньги. Они заплатили за обучение, и они слили. Ведь, по сути, это именно так. Они слили деньги. Да, безусловно, что-то они там узнали, конечно. В какие-то там моменты про психологию, что-то они про это узнали. Но и человек, который покупает обучение трейдингу, он тоже что-то узнает. Нельзя это отрицать. И вот теперь у нас получается картина. 12 человек на входе, 2 человека на выходе. Из этих двух людей, которые стали действительно успешными, действительно психологами, психоаналитиками, внимание, вопрос, какое количество из этих психологов-психоаналитиков в двоих дорастет до профессоров в конечном итоге, станет известным, получит мировое какое-то признание. И получат ли? Вот в чем вопрос. Неизвест. Трейдинг, причем не важно какой он, спекулятивный, инвестиционный, еще какой-нибудь, это такая же профессия. То же самое, как и психолог-психоаналитик, только знания немного другие. Но есть огромная разница. Прежде чем человек поймет, что он банкрот, пройдет 10 лет. В трейдинге этот процесс займет, я думаю, при самом таком худшем сценарии, ну, я думаю, где-то полгода, даже месяц. А этого вообще, в принципе, может занять и неделю. Понимаете, о чем я говорю? И, разумеется, если вы посмотрите на нашу жизнь, везде в нашей жизни куча неудачников и единицы тех людей, которые добились какого-то успеха. Даже если вы придете в детский сад, и мне как-то раз посчастливилось посмотреть, как дети играют в детском саду, и вот там есть единицы лидеров, а остальные это лузеры, это неудачники, которые бегают, что-то там плачут, воспитательницы ходят, им сопли подтирают. Единицы там лидеров есть. В жизни точно такой же процесс. Точно такой же процесс. И нельзя в этом винить людей, нельзя в этом винить и учителей, и еще кого-нибудь, что кто-то в этом виноват. Просто такова суть вещей, такова природа. Мы не можем быть идеальными во всем. И с этим нужно смириться, черт возьми, к сожалению, это данность. Ну вот возьмем мой пример. Возьмем, например, готовку. Обычный бытовой момент. Что бы я ни пробовал выпекать, у меня это никогда не получалось. Никогда не получается у меня выпекать. Я даже попробовал выпечь хлеб, обычный хлеб, ну что тут может быть сложного? Так, в общем, этим хлебом я сломал себе зуб, поскольку он был такой твердый, понимаете? Ну то есть я не умею выпекать, ну не получается у меня. Но если мы возьмем, например, меня как повара, который готовит мясо, я могу вам дать несколько мастер-классов по приготовлению шикарнейшего мяса. Причем неважно какое-то. Это может быть утка, это может быть свинина, да все что угодно. Я приготовлю это мясо невероятно вкусно. Вы просто руки себе съедите, понимаете? И в трейдинге точно так же. Если у вас не получается торговать с помощью скальпинга, переходите на другие таймфреймы, переходите на другие методы торговли. Не зацикливайтесь на чем-то одном, черт возьми. Я знал случаи, когда человек 6 лет пытался заработать внутри дня, пытался, пытался. Он бился головой об стену, он банально бился головой об стену. В конечном итоге он сказал, да пошел он всю пизду, я пойду в инвестирование. Пошел в инвестирование, и он стал зарабатывать. Поэтому пробуйте, экспериментируйте. Если вам кто-то говорит, что вот так вот правильно, а вот так вот неправильно, это вранье. Но не факт. Не факт, что вот так вот правильно, а вот так вот неправильно. Неизвестно, где вы себя найдете Это весь вопрос только к вам Только к вам Вы должны сами себя вначале найти А потом обрести себя в определенной профессии И вы можете заниматься, знаете, инвестированием И зарабатывать больше, чем скальпер Я говорю серьезно Весь вопрос в методах и в том, чтобы найти себя Ну и самый главный момент Все вы тебе рассказывали, что там 99% сливают Послушайте, у нас 99% людей жизнь свою сливают Они сливают свою жизнь Они банально остаются без квартиры, без имущества, без машин Без ничего, без семьи, без детей Они жизнь свою слили Я не знаю, можно ли их в этом винить Но это такова природа, такова суть вещей И глупо это отрицать В любой профессии Какую бы вы профессию ни посмотрели Всегда происходит подобным образом Вспомните, например, известных адвокатов Я, наверное, кроме Жорина ни одного не вспомню Вспомните известных врачей Я, наверное, кроме своего, собственно говоря, уролога Я даже и никого вообще, в принципе, не вспомню Попробуйте проэкспериментировать Удачи вам зарабатывать!